Ладом по-вятским. Под таким названием ВДНТ прошел конкурс народного творчества. На него съехались коллективы со всех уголков области. И среди них уникальные самобытные ансамбли, которые сохраняют подлинный вятский фольклор. Песни про бабушек услышали Юлия Шалаева и Руслан Бакасов. А так пою и веселюсь, а никого я не боюсь, я свободна. Эх, я свободна. Августа Сырчина на днях отметила свой 85-й день рождения. Она по-прежнему бодра и жизнерадостна. Говорит, весь секрет в творчестве. Бабушка поет песни и сочиняет стихи. Вот, например, из последнего о любви. Когда полюбишь душой и сердцем, в ответ получишь то же самое себе. И понимать, вы будете любя друг друга, вот это самое прекрасное в судьбе. Коллектив, в котором поет Августа Александровна, называется «Старинушка». В поселке Дубровка Белыхолуницкого района этих артисток знает каждый житель. Бабушки выступают на всех праздниках, отрывают душу и за пределами района приезжают выступать в Киров. Говорят, если в Москву пригласят, поедем. Тем более, есть на кого равняться. А слышали ли вы про гурановских бабушек? Да как же. Мы смотрим даже. По телевизору. Да не, вот как хорошо. Мы немножко чуть-чуть отстали от них. Да что, нет, ничего не отстали, тоже так же. Чуть-чуть отстали. Площадка областного дома народного творчества объединила тех, кто любит и сохраняет народную песню. В Киров приехали лучшие исполнители из ближних и из самых отдаленных уголков нашего региона. Именно там, в глубинке, людям и удается сберечь подлинный вятский материал. Песни, которые пели еще наши прапрабабушки. Раньше народное творчество было напрямую связано с укладом жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Жанры, связанные с праздничными днями, и жанры, связанные с повседневной работой. Допустим, протяжная, которая пелась за прялкой, протяжная, которая пелась по дороге с покоса, протяжная, которая пелась во время гуляния молодежи. Как отметили организаторы, конкурс – это не только творческое соревнование, но еще и возможность услышать уникальную вятскую песню. Ее особенность в том, что ни в одном другом регионе нет такого разнообразия фольклорного материала. И благодаря народным коллективам эта песня до сих пор жива и передается следующим поколениям. Юлия Шалаева, Руслан Бекасов, Вести, Киров.